Немецкий пистолет-пулемет МП-40 Как многие называют его Шмайсер, но это не есть правильно Это именно МП-40 Отличается от... Их было ранее модификация МП-38 Потом изменилось на МП-40 Изменения незначительные МП-38, ребристая верхняя коробка Окошко для магазина Другой на мушник немножко А так, в принципе, идентичный пистолет-пулемет Вопреки всеобщему мнению Этих пистолет-пулеметов Было не так много в немецкой армии Выдавались они только командирам отделений Офицерам, экипажам боевых машин Десантникам, естественно Поэтому относительно обычного карабина Или даже нашего советского ППШ Автомат достаточно редкий 32 патрона Патрон пистолетный Универсальный Люгер Такой же, как в немецких всех пистолетах То есть взаимозаменяемый патрон Универсальный Вот Раскладывается, но толку От этого особо нет Потому что кучность плохая Оружие исключительно ближнего боя Хотя автомат, в принципе, достаточно надежный Удобный Есть прилив для стрельбы Из окон Для упора Из бойниц Выбираешь Для удобства Для увеличения кучности стрельбы То есть цельное приспособление До перекидной цели Ближний и дальний бой Так, соответственно, подальше Опускаешь Через эту щель Так же, как на любом стрелковом оружии Можно стрелять чуть ближе Но, в принципе, этим практически не пользовались Потому что, как я уже говорил ранее Кучность достаточно слабая Нажимаешь на кнопку И вытаскиваешь Ага В принципе, как на любом оружии Лучше, хуже он ППШ Ну, я примерно рассказал Все плюсы и минусы ППШ тяжелый Но более надежный Больше патронов В бубне В принципе Сложно говорить Лучше, хуже У каждого оружия свои плюсы Свои минусы Вот, поэтому Можно только сравнить По каким-то показателям В принципе, все пистолет-пулеметы Это оружие Ближнего и среднего боя Поэтому Ожидать какой-то Особую точность стрельбы Раньше в советских фильмах Очень любили показывать немцев Всех идущих с пистолет-пулеметами С закатными рукавами зачастую Ну, на самом деле И с губными гармошками Это не так, да Сейчас кино вышло Уже на такой более серьезный уровень И реконструкторы Часто привлекаются Поэтому Ну, как бы Уделяется внимание деталям Вот Как я уже говорил ранее Пистолет-пулеметов было немного То есть, увидеть Один пистолет-пулемет На 10 или 30 человек Это, в принципе, правильно Когда идет Подразделение Из 5 человек Если это не десантники Обычная пехота У них не должно быть У каждого автомата в руках А сколько нынче стоит купить себе? Очень сложно оценить В зависимости от состояния Допустим Если это оружие складское Вот с того времени То такой пистолет-пулемет Стоит где-то 300-350 тысяч А копанный? Ну, копанный Где-то в районе 200 200-250 В зависимости от состояния копа От количества копаных И заводских деталей На нем Чем ближе к оригиналу Тем дороже Потому что вот ребята Кто сейчас одет и ватники Им повезло Им повезло больше, да Хотя сейчас не так холодно на улице Но все равно взябка Ватники в советской шинели Валенки Допустим, на прошлых выходных У нас были съемки Ребята были в валенках В снегу Было очень удобно А сапоги офицерские отличались? Да, они были выше И суженые кверху Немецкий сапог Он Кверху Был Немножко шире То есть имел форму Такую небольшую чашечку Часто можно видеть Гранату Туда засовывали За сапог Вот Советский сапог Он выше И ровный Немецкий А чей лучше был Советский Немецкий? Абсолютно идентично Единственное У немцев Подкованные были сапоги С шипами У солдат Вот Это было удобнее На земле Но В холодную погоду На ровной поверхности На асфальте Достаточно скользко Сколько стоит Собрать себе В наше время Комплект Немецкой Немецкой Ну Самое дорогое Наверное Это сейчас Все-таки СХП Полощенное оружие А так В основном Комплект Ну где-то в районе Если Правильный Хороший То 150 тысяч Субтитры 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 Субтитры